Вот смотрят на нас иногда зрители, мы такие веселые с утра, и есть у них подозрения, что же с ними не так. Наверное, поэтому нам сегодня в студию прислали эксперта с алкотестером. Есть у меня такое предположение, но это все, конечно, шутки шутками. Мы сейчас будем проводить большой эксперимент. Будем тестировать напитки безалкогольные, но, как говорят, опасные как раз для алкопроверки потом на дорогах. Давайте познакомимся с человеком, который нам этот эксперимент проведет. Антон Гостев, начальник отделения пропаганды ГИБДД Красноярска. Здравствуйте. Антон, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите для начала все-таки еще раз всем автолюбителям, допустимо ли какое-то количество промилле алкоголя в крови? Да, с 2013 года произошли у нас изменения законодательства, и теперь допустимо у нас показание прибора 0,16 мг на литр в дыхаемом воздухе. И были такие послабления для водителей, учитываясь. Но речь шла не про алкоголь, наверное, а какие-то другие препараты. Да, не алкоголь, конечно, это ряд медицинских препаратов, которые могут употреблять водители, но, к сожалению, не могут показывать содержание алкоголя. 0,16 – это опасная такая мера. Для водителей вообще не рекомендуем, конечно, шутить с этими показаниями. То есть любой продукт, допустим, кисломолочный, безалкогольное пиво и квас, они могут содержать в себе вещества, которые могут повлиять на реакцию водителя. И в том числе это медицинские препараты. И поэтому переупотреблением, конечно, необходимо особенно с медицинскими препаратами ознакомиться с аннотацией и противопоказаниями. А что там, что нужно прочитать, что может вызвать? Если там написано, что в течение 12 часов не рекомендуется управлять автомобилем, или препараты бывают, там, про алгированного действия, там, до 24 часов нельзя управлять автомобилем, то, конечно, это сказывается в первую очередь на реакцию водителя, а это залог безопасности. Давайте, может быть, протестируем. Я знаю массу баек, да, ходят среди водителей, что выпил стакан кефира, раз, показал. Ну, давай мы сначала тебя стартово проверим. Ты на машине приехал сегодня. Ой, а я-то думал сразу идти сказать, а вот это вот уже подействовало. Сейчас будет замер. Так, водителям роман будет, да? Давайте я, тем более, приехал на машине. Да, имеется у нас такой алкотестер, прибор-драгер, стоит на вооружении экипажа ДПС. Я думаю, некоторые водители... Говорят, какой-то новый сейчас водить будут. Мы пришли, еще действуют новые приборы у нас. Ну, в большинстве случаев, конечно... Мне к вам подойти, или я могу здесь дунуть? А я сейчас вам дам. Все антикоронавирусные меры, все предприняты, одноразовая упаковка. Да, да. Ожидаем. Прибор запускается у нас. Необходимо будет выполнить глубокий вдох и выдох до щелчка. До щелчка. Вы им продолжите, нанесите. Куда дуть, вот сюда? Да, прямо у штуки. Так, готов, написано. Я готов. Глубокий вдох. Я думала, готов, это когда наоборот уже. Слишком. Был щелчок. Большая промилля. Ждите. Прибор обрабатывается. Ноль-ноль показания прибора. Все, водитель абсолютно отрезан. Вы к тебе не сомневались. Так, что? Теперь мы запускаем прибор. Давайте. Роману предлагаем выпить это безалкогольное пиво. Безалкогольное пиво. А пиво это? Давненько не пил. Я люблю свою работу за то, что можно выпить с утра безалкогольное пиво. Часто бывают водители пытаются убедить, что я на самом деле квас выпил и ничего там крепче не пил. Бывает такое? Да, на самом деле. Хорошо день начинается. Этим экспериментом мы хотим показать о том, что некоторые недобросовестные водители все-таки пытаются вести заблуждение инспектора. И говорят о том, что я там буквально только что выпил квас. И показывают даже эту желтую бочку. А ноги просто так заплетаются. Скажите, пожалуйста, дуть уже после. Прибор готов у нас. А вообще сразу реакция возникает? Все в зависимости от филологических качеств организма вашего. Сейчас посмотрим. Готов. Я выпил стакан пива. Мы этот отрывок потом в промо возьмем и будем крутить. Ждите, идет анализ. Так. Ага, теперь задумался. Ноль, ноль, ноль. Безалкогольное пиво. Не действует за тебя пиво? Да, это для тех водителей, которые поясняют нам, что все-таки я безалкогольное пиво выпил, и там некоторое содержание якобы, да? Это что у нас? Так, второе напиток, это кисломолочный, да. Также бывает содержание тех веществ, которые могут. Мы не проверили, можно ли подряд употреблять эти напитки и все, или потом будет хорошо. У нас следующий эксперт как раз будет гастроэнтеролог, поэтому... Да, логичный. Угу. Так. Ну как? Вы заметили, да, что не так быстро идет, как предыдущий напиток? Да, и без удовольствия совсем-то. Так, пока обрабатывается у нас прибор. В общем, хочу напомнить об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Давайте. В общем, у нас сейчас ввели еще повторное, которое предусматривает даже уголовную ответственность. Это в случае повторного правонарушения. Ну, в первый раз водителю санкция такая, назначается ему административный штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет. Это очень серьезно. Да, нарушение серьезное. Правильно. Те же самые аналогичные последствия ждут водителя в случае отказа от управления. То есть, если он утверждает, что он трезвый, но отказался дышать в трубочку, по простому говоря, то в любом случае решают права. Да, для тех водителей, которые поясняют, что я очень сильно тороплюсь, я не могу пройти, кто-то хитрит. Не могу ходить. Кто-то объективным. Но, тем не менее, лучше проходить. Такая история приключилась с известным телеведущим, недавно совсем московским, который говорил, я тороплюсь, тороплюсь, и не стал проходить. Да, Дмитрий Хрусталев так попал совсем-совсем недавно. У нас сейчас есть запрет на торговлю алкоголем после 18.00. Меньше стало от этого пьяных за рулем или нет? Да, в связи с этим у нас... О! Да, наверное, вот видите, да? Набился? Да, набился. Это у нас был напиток кисломолочный. Моль-03, ребята. Айран. Тот безопасный кисломолочный продукт, который... Подожди, а это уже причина лишать? Казалось бы, нет, сейчас мы... Это минимальное показание прибора, конечно, но мы еще не дошли той степени, которая имеется составом. А если еще стакан выпить сейчас? Можно попробовать, конечно. Увеличит? Да, еще будет нарост. Плюс 0,3, да? Да, но это буквально составит 3-5 минут. А, и потом выведет. Да, конечно, ваш организм справится и выведет организм. Хорошо, давайте следующий. Так, следующий напиток у нас... Квас. Квас. Самый летний. Конечно, некоторые сейчас телезрители скажут, что это не тот класс магазина. Конечно, мы помним с детства, да, бабушкин класс. Там ядреный балкан. Ядреный за один из дуристых деревенцев. Бродил. Натурального брожения. Но, тем не менее... Ну, знаете, магазинный класс тоже где-то же бродит. Среди тем, как попасть в бутылку. Где же он бродит? Так все-таки меньше стало или больше? Да, в последнее время наблюдается снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей и фактов управления. И фактов тоже, просто польза. Да, эта мера такая была призвана, чтобы ограничить водителей. Все-таки... А есть какая-то статистика повторных нарушений? Вообще, по статистике, если мы уже говорим, по статистике, есть такая у нас печальная статистика. У нас в этом году уже произошло за полгода, 6 месяцев, это 57 транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. А 74 человека в этих происшествиях у нас получили травмы различной степени тяжести. И, к сожалению, 4 человека погибло. Представляете, это война на дорогах, которая... Необходимо нам с этим отправляться вместе. И поэтому не только сотрудники ГИБДД, я призываю вас, жителей города Красноярска, не только сотрудники ГИБДД должны вести эту борьбу. У нас есть телефон дежурный, оперативный телефон, это синяя линия, 263-10-19. Запишите, пожалуйста, этот номер, 263-10-19. Ну ты совсем просто стейку. В разнос пошел. Все. 0,05. 0,05. Видите, показания прибора. От Айрана больше было. Да. Еще увеличились. Сейчас мы пока ожидаем, пройдет некоторый период времени, и, конечно, я думаю, что вы... Я присяду на всякий случай. Ну, слушайте, на самом деле удивительно, но получается, что безалкогольное пиво меньше всего. То есть не дало никакого эффекта. А вот Айран и квас дают вполне ощутимый эффект. И если выпить бутылку, например, на жаре, то действительно может показать больше 0,16. Этот эффект же, он краткосрочный. Ну ты можешь, грубо говоря, выпить бутылку в машине, потому что жарко, и тут же тебя остановят. Ну тут же остановят, но 5 минут подожди, если у тебя алкогольное обвинение. А, кстати, вот это возможно? Дадут подождать 5 минут? Вот водитель говорит, слушайте, честно, выпил квас в бутылку, вот 0,17 показывает, давайте подождем 5 минут. Да, в общем, процесс идет таким образом. Я трезвенно глазах. Когда останавливают водителя, он отстраняется в присутствии двух понятых от управления, предлагает ему пройти освидетельствование, а водитель может сразу отказаться от освидетельствования, его туда доставят кровой наркотики. Ну и тогда он уже виновен. Нет, он отказывается, но я предлагаю, желает пройти в другом месте освидетельствование. Также может пройти освидетельствование патрульного автомобиля, но не согласится с показанием прибора, вот по такой причине, допустим. И пройти еще раз? Да, и он утверждает, что я вот буквально выпил там без алкогольного пива, сомневается там в работе прибора. И вы пойдете на встречу? Да, он имеет право водителя, и он будет доставлен медицинским работникам, и там будет проходить освидетельствование, там уже соответствующий акт будут принимать. А если не согласен с результатами? Если не согласен с результатами, то его так же доставят, да. Тоже туда же. Ну а там уже нельзя не согласиться? Там уже нельзя не согласиться. Ну то есть какое-то время точно после кваса протрезветь. Все-таки если водитель и там не решается пройти освидетельствование, то это так же отказ от прохождения и аналогичные последствия. Не удастся убедить ни одного сотрудника ГИБДД, что был этот квас. Я буду показывать вот этот прямой эфир, вырежу его и на телефон загружу. Всем, у тебя 0,05, это даже не счетово. 0,05 показывает? Да. Хорошо. Ну давайте, уже несколько минут прошло, давай финалочку после всех испытаний. Ну давайте. Так, пока прибор готовится. Сейчас ничего не пью, еще раз дунем. Чтобы показать, что все-таки если время прошло, по идее должен и эффект смениться. Ну давайте попробуем. Напомню, последние показания были 0,05, миллиграмм на литр. После всего, после кваса, после пива, после айрана. Показания 0,0. Буквально прошло, наверное, 2 минуты, да? Что и требовалось доказать. Пейте квас за рулем, и все будет в порядке. И дышите полной грудью. И главное, не выпивайте ничего крепче квасов. Когда вы садитесь за руль, вы отвечаете не только за себя, но и за безопасность всех окружающих вас людей. Спасибо вам большое за этот полезный и нужный эксперимент. Антон Гостев был у нас сегодня в гостях с важной темой. Редактор субтитров А.Семкин